Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Третье число, третье января. И мы сейчас собираемся поехать на ёлку. Но я не зря открыла эту штору, открывая. Вы поняли, почему? Потому, смотрите, смотрите, вот такая несчастная, вот такая замученная орхидейка, и она расцвела. Такой красивый цвет, не буду руками трогать. Посмотрите, ещё и вот здесь вот такая мушка. Носик такой, вот посмотрите, какой цвет. Красиво, да? Я так переживала, чтобы не отпали цветочки, я так переживала. Вот такая ветка, открываются они, не буду телепать. Дождалась я, этот цветочек мне давно, года два назад, наверное, дарил Дима на 8 марта. И вот этот вот тоже такой хиленький, но там что-то вылазит, вот видите, может тоже цветочек? Это Витаська спас. Я их уже даже повыбрасывала. Но он взял, пересадил. Я их сейчас немножко удобряю, ставлю вот в эти пиалы, наливаю воду, и ставлю в частанах 3, потом вынимаю. Так что вот такая вот красота летняя. И сейчас мы с вами отправляемся на юлку. Я специально немножко ждала, чтобы похолодало. Сегодня такое солнце на улице было прекрасное. Сейчас мы заедем в магазин, ребята должны завесить деньги, у них стиральная машинка поломалась, мы уже ездили. Я делала страховку на машину, заезжали в магазин, они присмотрели, а завтра им призу. И поедем на юлку. Я просто хочу, чтобы позднее, чтобы иллюминации были видны. Все, пошли. Смотрите, какая красивая картина. А солнце уже село, да? Только солнце же было. Только было, да. Только было, мы заехали на заправку. За трючкой вышло. Ой, красиво. Ну, у Сережи нема и у этой емойки, чтобы помыть. Да, Сережа? У нее есть, ты никому не расскажешь. А, хорошо. О, включилась. Ты видишь, Серега? Да, конечно. Осталось, сколько сейчас уже сверху попрызть. А, у нас, да? Нема чьи попрызти. Нема. Ну, я хотела показать красоту оцего заката, ребята. Да, за деревами, как быстро тут. Так, тут мы заехали 2 минуты на заправку, заправляли. Дивите, какая красота. Я красивая. Йо-йо. И тут еще было посередине круглое-круглое солнце. Саня мне сказала, розовое солнце, что там ветер, да? Чего бояться ничего? Я же уже не помню, что-то, как он сказал. Но мне кажется, завтра будет ветер. Ну, нам надо, чтобы потемнело чуть-чуть. Ну, сейчас ребята поберут в магазин, а потом хоть дымнее. Рада приветствовать вас у нас на нашей центральной елке. Центральная елка города Кременчуга. Идемте, вот зайдем как положено через центральный вход. Вы знаете, днем было хорошо, а сейчас уже прохладненько. Сейчас мы пойдем вот там. Там Сережа говорит, вы не хотите на качелях покататься? Видите, там он качели прыгают вверх-вниз. А Лариса говорит, ну, конечно, предложи нам, что. То есть Лариса говорит, ну, все, угощай нас. Машинку стиральную купили, надо же отмечать. Лариса говорит, давайте я вас на качелях покатаю. Слышишь, круто, да? Видите, вот здесь вот снег не убирали. Почему? Потому что он не успел. Вот снег шел, люди тут ходили, затоптали так, что никто его, видите, никто его не убирает. Вот эта горка на ватрушке скатывается. В том году она была, и в этом году она есть. Идемте, вот сейчас мы пойдем на центральный. Ну, я не знаю, в том году наша елка была самая красивая в Украине. А в этом году, наверное, Полтава самая красивая, потому что там иллюминации где-то на 1-3 миллиона. О, Сережа фотографирует Ларису в темноте, чтобы никто не узнал. Будет показывать всем, это моя женщина, где? Среди тысячи людей. Ты елку? Я думала, ты Ларису. И фотографии знаешь. Идемте на вход, красивые какие эти, смотри, эти шары. Там вон подарок стоит фотографироваться, видите, вот так. Шашлыками пахнет хорошо. Вот смотрите, какие шары. А нет, там заходить вовнутрь нельзя. Смотрите, сколько снега нанесло, никто там не ходил. И фотографируется возле этих шаров. Красивые шарики такие все. Ой, как пахнет шашлыком, да? Красиво, да? Да, да, красиво, Лариса. Ой, а небо какое красивое. Вместе с этим шаром вообще супер. Просто надо сфоткаться сейчас с Ларисой. Видите, просто сделаны такие эти. И там снег внутри, он даже никто не ходил. Вот такая красота. Ну, вы то можете в центр попасть. Вам проще, чем нам. Мы же не пролезем через эту. А? Вот так вот. Да, да, красиво, да. Как раньше, знаешь, мотоциклы ездили. Таких два шара по две стороны. Идемте, вот посмотрите. В подарок можно заходить. Ну, подарок же для того и подарок. И вот наша красивая арка Кременчуг 2019. Вот сейчас вот посмотрите, видите. Когда был большой снег, тут ничего вообще не видно было. Ни одной игрушечки. У нас очень красивые игрушки. Посмотрите, то, что иллюминации. А игрушки, посмотрите, какие. И вот в эту арку заходишь и попадаешь к нашей красавице. К нашей красавице, да, к елке. Но елка, конечно, то, что... Вот видите, у нас... Вот если смотреть с высоты птичьего полета, у нас вот эти вот по этим сторонам и здесь крест образуют. Вот эти вот иллюминации, которые наверху, вот эти вот, вот эти, вот эти, образуют крест. Показывали. Вот после Нового года, смотрите, сколько здесь хлопушек и всего. Но сама елка на днем красивая. Посмотрите, наверху у нас ангел сидит на елке. И иллюминации, конечно, очень много. Красивая иллюминация. Но и игрушки красивые. Посмотрите. Идемте посмотрим. А, вот, смотри, какой пилот. Юный пилот. Самолет ему мама купила. Вот видите, какой красивый. А вот у нас резиденция Святого Миколая. Ну, Святого Миколая так вона и была. Лара, ты не хочешь, чтобы он тут и лицо всуну старафироваться? Не хочу. Не хочешь? Вот здесь, смотрите, работают все вот эти, ну, как они называются, генделы. Кафетешки. Кафетешки. Вон, кожанка какая-то. Тут все хорошо. Да, тут хорошо. Да, да, да. И там сцена на сцене, когда был Новый год, там концертов целая куча. Была духовые, играли. Вот смотрите, какие красивые гирлянды. И вот здесь, посмотрите, как красиво. Ну, и вот она, елка вблизи наша. Сколько-сколько игрушек. Но музыка, конечно, очень громко горланит. И, ну, ничего, даже если YouTube там что-то заблокирует, я хочу, чтобы вы посмотрели, какая у нас красивая елка. У нас просто супер. А вот это вот елки, видите, там в гирляндах, это настоящие. И вот там, это здесь в парке прямо растут такие. Не, спасибо большое. И вот идем, сейчас посмотрим, там где стоял Дед Мороз. Там его, конечно, нету, ребята, видите. Все, есть олени. Вот они, олени. Очень красивые украшения. Шишки просто. Вот какая красота. Цветные олени. И вот здесь вот сделано на Рождество. Вот тут, где, ну, у Виталика, конечно, в церкви там супер-супер-супер. Но у нас тоже ясли, смотрите, нарисованы. Вот как в Вифлееме. Вот там, где Иисус родился, вот такая вот картинка, видите. Ясельки. Ну, и тоже красивая отсюда елка наша. Вот она. Супер-супер-супер. И пошло везде. Там капают капли, там качели. Там все для детей. Всего-всего-всего много. Я говорю, давайте здесь, вот в этих ясельках. Ой, так там лежит, смотрите, там лежит Иисусик. Ну, наподобие Иисусика. Ой, вот это да. Давайте тут сфоткаемся тоже мы с вами. Давайте. Смотрите, какие красивые шары. Вот шарики парень продает, такие красивые внутри. Видите, как они блестят. Я услышала, 150 гривен такой шарик стоит. Ну, дороговато, конечно. Конечно, 150 гривен, это не так дешево. А где Сережа с Ларисой? Пошли где-то чай пить. Только я не вижу, и где они. Пожарка стоит тут, видите, все время. То есть скоро еще стоит, но сегодня скоро и нету. Вот красиво отсюда смотрятся эти шарики. Так что очень красиво, очень. Так, пойду искать своих. Нашла я их, они по кофейку. Вот посмотрите туда вдаль, как красиво. Видите, там же Днепр у нас. Да, да, я это красный с синим. А вот эти все сосны, елки высокие, это все растет, ну, натурально. Просто их украшают очень красиво. И я люблю Кременчук, самое главное. Вот такие вот тут, как Львив, майстерня шоколада. Это у нас в городе есть такая майстерня. Смотрите, это все натуральный шоколад, конфеты делают сад в этой майстерне. Ну, уже, конечно, ничего нет, уже все продали, потому что время уже сколько. Вот здесь вот мед, пожалуйста, мед, свечи, вот это с воска, вот свинья. Вот, пожалуйста, красота какая. Прополюсы всевозможные, мыло, все мыло. Вот глинцвейн медовый, 30 гривен стоит. Безалкогольный 20. Тут тоже вот всякие, видите, на меду. Медивка, медово, малынова. Но я не вижу крепости, какая тут крепость. Плюс, нет, а плюс 12 градусов с вариганья. А тут есть алкоголь в этом? Есть, конечно. Сколько? 14 градусов. 14 оборотов, видите, так что. Ну, и так дальше пошло. Здесь кофе, глинцвейн. Если хотите там что-то покушать, то там есть, конечно, покушать. Здесь почему-то в темноте парень сидит. Вот травы все. Ой, это все украинские. Какое красивое здесь. Здесь с дерева, вон то, что бусы красивые. Вот, посмотрите, какие-то дощечки, он можно покупать от подарок. Здесь шоколады всевозможные. Вот, видите. Ну, холодно, бедное, конечно. Ой, какие красивые пряники. Посмотрите, красиво нарисована. Красиво нарисована. Красиво нарисована. Вообще картина чуть-чуть. Вот такая вот с пряниками. Да, да, да. Мы поняли. Вот пироженки всякие. Смотрите, какой Миша красивый. Мишка. Ну, сейчас не страшно. Сейчас холодильник такая, что ни одно пироженка не пропадет. Блинтвейн, видите, сангрия 50 гривен. Ну, разные цены есть. И вот здесь посерьезнее. Здесь колбасы вкусные. Смотрите, какие украинские. Хреновый. Смотрите, хреновый. Шампанское. Мясо любое. Рыба. Все, что ты хочешь. Вот селезка, перец. Сейчас можно гулять. Вот шашлыки. Вот шашлыки, смотрите, жарят. Ах, видите, какой мясок красивый. Если вы на диете, вы будете заказать просто грибы. Вам пожарят вот такие. Ну, и свинина. И курица, если на диете. Вот, смотрите. Видите? Вы к нас должны приходить. Спасибо вам большое. Сегодня позже мы пришли. А это глинтвейн. Видите? Нюхайте. Слышите? Червоный. Вочтей. Помешай. Водянчик, корица. Все правильно. Тепленько тут так хорошо. А это с белого вино. С цитрусами. Ой, тут уже пахнет так хорошо. Уже нанюхалася. А что тут за машина такая? Круто. Давайте вам расскажу. А ну. А ну. Эта пища, она может как готовить. Это аналог домашней печи. А. Она под разными температурами может готовить разное м'ясо, рыба, так и коптиль. Есть горячая ручка, есть холодная копчика. Ничего себе. Ну понятно. На дровах, да? Все выключено на дровах. Геологичная часть. Видите, градусники стоят красиво. Как называется эта машина? Смокер. 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 Можно готовить, например, каву сварить и чай. Ну тут как плита дома раньше была. Видите, колесники, как они называются. Так, как плита. Например, мы приехали, нам быстро нужно каву сварить, воду, там, чашки помыть. Короче, современная военная кухня. Только современная. Одна закладка м'яса сюда на 300 кг. Ого. Ничего себе. Спасибо вам за информацию. Счастливого вам. Удачи и торговли хорошие вам. Тут так пахнет хорошо Глинтвейном. И вот, да, уже рассказали мне. Смок не называется. Ага, 300 кг мяса влазит. Сереге надо сказать, пусть свиней начинает держать. Вот и все. Вот горы с полком. Я думала, что горы с полком у нас светится, а он что-то не светится. Не знаю почему. Велес. Велес печка. Вот эту сосну, постойся. Ёлочку сам украсил, одинокая. Там вот есть в павильоне, можете посидеть. Ну, видишь, сегодня не так много народа. Все с этими шариками ходят. Ну, красиво. Праздник есть праздник. Что там говорить. Ну, ёлочка у нас, конечно, и наверху. Видите, ангел. Сейчас я вам немножко приближу, чтобы вы увидели. Красота. Видно вам ангела? Дин-дон, 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 дин-дон. Вот так. Будем ехать. Ну, прохладно, руки мерзли. И я, мы там остановимся, хочу вам показать наш фонтан. Он не работает сейчас. Как его красиво тоже украсили. Так что, с Новым годом вас! С наступающим Рождеством крестовым! Пусть такое настроение. Пусть вот такие вот лампочки, как говорится. Знаете, когда влюблен в душе бабочки, а пусть и такие вот иллюминации, и такие лампочки горят у вас на протяжении всего 19-го года. И только чтобы радость, удача и, как говорится, благополучие. Всё. Ребята, смотрите, какая у нас красивая улица Ленина. Ну, она называется сейчас как, Серёж? Соборно, да? Но это не передаёт камера. Насколько красиво эта иллюминация голубая, которая идёт от начала площади и идёт аж до... До Дармаша не идёт, наверное, да? Вода нет, до мясной лавки, наверное, вона идёт. Ну, красиво. Посмотрите, какая красота, ребят. О, машина с Техаса. Я к нам сюда приехала. Номера техасские. То просто в Серёже немножко грязные стёкла, а так вообще, конечно. В Серёже всё чисто. Да, вот и вы здесь. То камера запотела. А, то камера запотела, может быть, да. Так, мы потихонечко едем и смотрим на пешеходов. Самое главное. Суд, мы сейчас где-нибудь... Серёжа, ты можешь немножко убрать печку? Я сейчас тут уже сжарюсь, как в Африке. Спасибо большое. Вообще, я не куплю. Сейчас справа дом торговли, и мы где-то тут притормознёмся посмотреть фонтан. Мы оставили тут немножко машину, потому что... Так, мы оставили машинку. И идём по пешеходному переходу, но это лучше. Сейчас я вам покажу. Вот красиво горит красным. Это наш дом торговли, который был уже, ну, как говорится, с социалистических времён. Так он вот есть. Очень редко мы сюда сейчас ходим, в дом торговли. Не знаю, ну, никто не... Вот тут даже техномаркет какой-то есть. Ну, сейчас всё продаётся везде, не доходя до дом торговли. Хотя там полностью всё занято, все... Смотри, красиво. И упирается прямо в ёлку. Так, идёмте. Мы на пешеходном. У нас культурно... Начинается немножечко скользить, потому что днём было солнце, а сейчас приморозок. И поэтому... Так, и вот мы с вами попадаем в сказку. Сказка. Это парк имени Олега Бабаева. Кто такой Бабаев, вы уже знаете. Это наш мэр, которого убили. И просто так вот расстреляли почти возле дома. За что, про что, непонятно. Он очень много сделал для нашего города. Царственное небесное. Если бы он был, то у нас бы был просто маленькая Европа. Кременчу. И вот такие... Тут красивые лавочки, красивые такие позеленения. Я вам летом показывала. Кому интересно, посмотрите видео. У это всё есть. Этот парк, он... Один из красивейших парков у нас в Украине. И здесь у нас такой фонтан. Ну, понятно, что в Виннице, конечно, там круто-круто-круто. У нас не такой фонтан. Но тоже он как... Там сделана цвета музыка. Играет музыка. Это летом. А сейчас он закрытый. Ну, чтобы не было, как знаете, какой-то памятник непонятный. Сделали вот такой вот фонтанчик. Просто с иллюминацией. Играет музыка. Красиво сделали иллюминации на деревьях. Вы видите, в белом цвете всё. И даже ёлка здесь стоит. Ну, и фонтан. Фонтан. В нём просто так вроде арматуры. И такие там наваренные иллюминации. А сейчас вот такая вот красота. То есть... Фонарики делают красоты. Музыка играет. Не знаю, кто её крутит. А то музыка... Ну, наверное, динамик какой-то. Но мне нравятся такие деревья. Очень красиво. Идёмте, я вам покажу наши фотографии. Так сделали здесь. Вот парк Бабаева. Когда его убили, вот здесь у нас всё было цветами выложено. И когда проходят какие-то мероприятия, вот здесь оно получается, что как бы митинги собираются. Вот он тут сидит на скамеечке. У меня есть видео. Мы ездили на кладбище. Я показывала, где похоронен Бабаев. Вот такой тоже памятник там стоит. И вот он. Видите, скамеечка. Вот. Ну, он тут немножечко не похож, конечно. Но так сделали. Видите, обломали край, чтобы никто не садился на скамейку на эту. Но он такой интеллигентный мужчина был. Царствие небесное. А вот тот. Это памятник. А вот сам Олег Бабаев. Вот он. Красивый такой мужчина. Вот. Ой. Видите, какая улыбка. Прекрасный был человек. Так получилось. И так сделали фонарик, как свечи. Видите, вот как они. И вот улыбается он. И каждому дарит свою улыбку. Потому что этот парк прекрасный. Носит и его имя. Он был в Верховной Раде депутатом. Потом он это все бросил. И Кременчук приехал и остался. Вот. Это настоящая голубая ель. Ее украсили. Смотрите, какими цветами белыми. Ну, и вот так вот все. Здесь у нас раньше был большевик кинотеатр. Что там такое не было. Сейчас там ничего. Там Милк Кафе сейчас. А так второй этаж. Там два зала больших. Все брошенное. Все, все брошенное. Так что вот такой вот красивый у нас парк. Вот такие вот иллюминации на фонтане. Разноцветные. Вот, пожалуйста. Музыка. Когда какие-то праздники, что, например, концерты, то в основном только на украинском языке. А сегодня, видите, ну, зарубежная эстрада. Русских исполнителей, конечно, нету, это, честно говоря. А это есть. Вот, пожалуйста, вам поближе сам этот фонтан. Вот все накрыто. Видите, такая как пленка. Фонтан накрытый. А здесь вот такая вот иллюминация. Как будто немножко водичка, но не водичка. И люди здесь ходят. Вот, пожалуйста. Так что вот такая вот красота. Вот и все. Пойдемте. Ух ты, да? Ну, сфотографируй нас на СВИ. Давай. Сейчас Сережа будет сфотографировать нас на СВИ. Телефон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...